Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Знают эту девушку? Они ее знают, и, скорее всего, из уважения к ней придут на ее лекции. Если мы сюда прикрепим Пушкина, то, скорее всего, Пушкина кто-то знает и среагирует, что, ой, экскурсия про Пушкина. Что будет, если прикрепить сюда Тургенев? Будет ничего. Потому что, как говорит Тургенев, нас большинство не знает. Ну, в общем, к чему я? Потому что, если мы понимаем, что наша аудитория может не знать этого персонажа, мы должны что-то еще сделать с этой картинкой, с этой экскурсией, и как-то по-другому ее будем преподнести. Если у нас, не знаю, сейчас все пиарят, не знаю, одно время пиарили Достоевского, не знаю, произведения мастеров в организме, другое время еще что-то пиарили. То есть периодически государство как-то занимается продвижением литературы и истории, есть персонажи, которые в чести, в почете их и надеяли, если где можно использовать. Но иногда мы проводим экскурсии, я не знаю, про совершенно неизвестного писателя, для большинства, на самом деле, очень упакованного. И нам нужно как-то еще подогреть интересы аудитории. Как мы это можем сделать? Если люди видят просто вот эту девочку в себя в ленте, я, например, не знаю ее, я просто пронесли и не обращу внимания. Единственная возможность меня зацепить и со мной коммуницировать – это текст. Поэтому когда у вас одна картинка, и когда вы понимаете, что виды, которые вы показываете, они не сильно цепляют или они среднестатистические, то попробуйте главную игру или главную пользу. То есть нанеси сюда вот еще мой текст. То есть вот этот весь текст мне не интересен на первом этапе. Я вот это вот прочитаю и потом уже туда перебиваю. Поэтому текстные картинки в нем делаются с помощью фоторедакторов, ну то есть ты просто в польский вбиваешь фоторедактор или там нанеси текстную картинку, и там вот очень легкие влайн фоторедактор. Вот, это моя лекция, соответственно, меня, мои читатели, знают. И моя задача была не только, чтобы мои читатели пришли, потому что среди них пиарщиков там в кино, а мне нужно было, чтобы другие пиарщики в Москве обо мне узнали. Что я сделаю? Я вынесла всегда главную цифру, что это пиарное предприятие за счет контента. Название лекции. И мне сразу понятно – интересно об этом, неинтересно. Дальше, моя ситуация. Говорит о том, что эта книга не монолог, а мы проработаем что-то. 9 апреля, 12-30. Сразу понятно, что в одной ее предприятии нет. То есть всегда, когда мы можем дублировать такую штуку на картинке, мы обязательно ее дублируем, мы не стесняемся и стараемся понять, что самое аргументирующее в нашем тексте сейчас – это обычно польза. То есть все зацеплены на продуктивности, все даже от экскурсии и отдыха хотят какой-то пользы. То есть польза может выражаться в каком-то знании о том районе, где живу или о городе, в котором я живу. Или если я турист, наоборот, она будет выражаться в том, что я узнаю сразу историю всего города, из всей страны, потому что времени мало и ты хочешь узнать много. То есть, не знаю, вы знаете, 105 фактов об этом городе. То есть экскурсия, 105 фактов об вашем городе. То есть уже есть какая-то польза и уже я на это все соглашу. И как размешать картинку? Некоторые визуалы настолько визуалы, что если вы будете просто добавлять хаотично квадратную, вертикальную, горизонтальную картинку, их это будет разражать и они тоже к вам не придут. Поэтому очень важно, что когда вы делаете какую-то программу и отсылаете ее, в турфирму, там девушка, которая открывает этот файл, скорее всего, тоже визуал. Просто там с ними профессия такая. Откликаться на текстовые какие-то визуальные форматы, информация. И очень важно правильно расположить картинку, как я сказала, правильно ими поиграться. То есть можно создать динамику, светлое и темное, темное, светлое. Может быть под разные аудитории. Здесь вот еще важный аудитория, дружище. Если вы посмотрите на эти, то вы увидите здесь прям какую-то педантичную... Да, немножечко искренне. Я знаю, да, вижу. Но меня это полно устроило. Это визуальный. Это инфекционизм. Да, это инфекционизм. Но, в общем, видимо, не настолько сильный, как я думала. Очень сильный. Да, да. Визуальный инфекционист, они очень хорошо воспринимают визуальные какие-то штуки. Не точность. Что здесь важно? Обратите опять внимание, что здесь идут практики два-три разных пластина. Чтобы один человек среагировал на земель, а другой среагировал на что-то другое. Какой-то сильный мир, например. Это тоже очень важно. Когда вы анализируете экскурс, например, здесь город, который ты видел раньше, а здесь можно современные ролики, которые были там сейчас. Обязательно здесь старый город, здесь город в современном виде. То есть это довольно-таки банально и не всегда работает. И не всегда такие кадры есть. Соответственно, мы просто ставим какую-то контрастность на этих людей, которые стоят рядом. То есть здесь четкие декоративные линии и это очень здорово. То же самое. Лекция. Здесь есть основная крыша. На ней есть главная информация. Дальше в городе проект. Здесь есть лекция «Код свободы». То есть мы работаем с человеческими страхами. Мы объясняли, что это лекция. Тебе не надо будет там огород-самок. Здесь есть «Код свободы». Тебе не надо ничего прятать. Тебе только плепивши к нам. И здесь есть даты, город. Ну и там какой-то вряд ли. Что здесь с картинками? Если мы понимаем, что у нас все картинки какие-то темноватые, серые. Очень важно их разбавить светлыми картинками или цветными. Нельзя сделать афиши только из черно-белых картинок. То есть у людей не сработает понимание. Либо оно сработает тогда, если вы замечали, что вся ваша лента, например, в соцсетях, тубликует цветные картинки, а вы решили выпадать в систему черно-белых. Может, тогда вы обратите с картинки. Что я хочу сказать, что здесь есть темное, светлое, темное, светлое. Точнее, не темное светлое, а яркое, темное. Вот. Для этого тоже можно обращать внимание. Ну и, соответственно, тоже видно в дешевле зоны. Афтографии и здесь. Кстати, когда вы в «Контакте» загружаете афтографию на свою страничку или в Facebook, вы всегда можете их двигать, как вам нужно. Это очень важно. Например, так выглядит фотоотсчет. Прошла экскурсия. Что здесь нет? Что здесь тоже важно? Можно было добавить альбом, ссылку на альбом. Это, на самом деле, очень легко. Просто открывается раздел с альбомами, копируется ссылка, которая наверху, встанет в сетях и помещается на стиль. И тогда все фотографии подтягиваются. И сюда еще человек отдельно добавил ссылку на другие фотографии. Потому что могут быть они. Что еще важно? Когда мы, например, что-то анонсируем, мы это можем делать по-разному. Вот смотрите, здесь есть такая коротенькая ссылочка, и она смотрится аккуратно. А бывает... Вот здесь вот длинная ссылка, но это еще короткая. Вот, что я хочу сказать. Когда вы даете куда-то ссылки, то обязательно их нужно сокращать. Есть программа такая, она называется «Сопращатель». Просто в пост выбиваете «Сопращатель». Она делает короткие, аккуратные, ну вот, ссылочки. Когда, во-первых, это ссылки не занимает много места. В вашем тексте, потому что место у вас драгоценное, для каждой строжкой текста это очень важно. Если люди нас очень любят, и не отпускать нельзя. Если вкладывать количество ссылок? Ну, вряд ли, во-вторых. Да. Это обычно именно ссылочки с корреселем. Там как-то память, ссылка, кстати. Да, ссылки обычно делают со словами. Вот, соответственно, есть Google-сокращатель, где мы можем что-то скачать ссылки. Что еще я хочу сказать по отношению к XML? Сейчас я могу поотвечать на ваши вопросы. Если кто-то что-то уже делает в социальных сетях, или хочет понять, как лучше на что реагировать, ага, хотели просто разводить ступень. Я думаю, что многие из вас актуальные ситуации, когда вы пишете что-то в социальных сетях, как бы сходили в банк, например, на лекцию стандида, и ноль он. И какие-то файты, так, какие-то срок-периемы просто нахрен на все эти специальные сети, что можно делать. Мы придумали такую штуку, как с этим бороться. Мы задовываем лайкать и мы чатик. Эта штука подшла из ЖЖ еще. Может быть, кто-то написал в свое время. Вы можете здесь такое тоже практиковать. Что мы сделали? Мы поняли то, что как работают социальные сети, как они работают. Условно говоря, когда вы что-то пишете, вы из Google в контакте, как вы думаете, он что-то написал, но кому это не интересно, не буду это показывать. На самом деле, то, что вы пишете, не лакают люди не потому, что вы написали ужасное, или написали что-то ужасное, а просто потому, что им в ренте это не высвечивается. Даже сейчас очень много стало. А сколько информации показывается, где-то буквально 3% новостей проводится. А как сделать так, чтобы попасть в новость? Надо сделать так, чтобы в Facebook, начиная алгоритм, вот эта программа, естественно, это не люди делают, поняла, что эта информация интересна. Как это можно сделать? Можно показать ей это лайками, либо показать комментарии. Как это сделать, чтобы там появились какие-то лайки? Мы сделали чатик, так назвали, вы лайкайте, мне там имелось у нас 8-15 людей. Когда кто-то из нас пишет важный пост, мы такие, ребят, а полайкайте? Я говорю, ребят, полайкайте мой пост. Я говорю, полайкайте мой пост. И ваш пост человек маленький. И мы поняли, что социальные сети намного лучше оценивают не когда пост лайкут, а когда пост комментируют. Как только под ним появляются комментарии, сразу, ну, где-то на полтора-два процента больше аудитории видят этот пост. Что мы с этим делаем? Потом мы еще, кстати, поняли, что лайк-комментарии это вообще премьерная работа. Что происходит? Мы, соответственно, в этом чате скидываем ссылку на наш пост. Все семь человек комментируют, типа прокомментируйте, пожалуйста, они и мы примем абсолютно честно, потому что отдельная инструкция, если я хотел бы с тобой сказать, то есть кто-то не призывал, если бы он в любом случае врать, или классно написал, классное описание. Соответственно, алгоритм понимает, что этот текст востребован, он показывает на большее количество людей эту информацию, теми, где в своем случае, лайк, комментируют. Таким образом, охват, да, в общем, тракт нужно ничего. Вы это также можете использовать. Ведь в Фейсбуке это работает вообще безобразно. Что здесь важно знать? что решающий первый 20 минут. Если вы написали, что первые 20 минут с вашим постом не лайкнуло его две коллеги, никто не прокомментировал, то, скорее всего, ну, не знаю, вы написали, что я попал в больницу, был бы рад спутить за свои друзей, никто к вам не пришел, то вам никто не пришел, не то, что друзья засранцы, надо их бесить, а просто, потому что они это не видели. То есть, какой-то лайк, отличный пост. Вот, да. Надо было этот пост залайкать и прокомментировать. Соответственно, это очень важно сделать первые 20 минут, чтобы алгоритм понял, что эта информация достойна больше внимания. Вот. Ну, и периодически мы создаем такие новые части, потому что старая часть людям перестает, нужно быть что-то в лайк или комментировали. Но это, по крайней мере, рабочая схема, как в целом работать социальными сетями. Потому что я сегодня рассказывала, как писать тексты, как писать парки, выбирать паркинки. Вот. Но самое сложное, это даже не написать пост, а написать его так, чтобы его видели, а потом, чтобы технически система его катала. Ну, соответственно, это единственный способ, как с ним нужно бороться. Потому что они призывают платить за рекламу. Да. Насколько позорно лайкать свои посты? Я ладно. Ничего не могу сказать. Ну, когда лайкают в самом начале, когда еще никто не лайкал, кто-нибудь должен лайкать свои посты. Ну, не знаю, короче, мне сложно что-то делать, я лайк поставил. Потому что, правда, добавляет плюс один лайк, и он чуть на больше у них будет. То же самое, кстати, в Инстаграме. Сейчас видите. Инстаграм – это очень рабочий для вас инструмент, так как там все визуальное, там как раз девушка-девушка является, ну, точнее, женщины-попредители в большей степени. Вот. То визуальный контент, какие-то картинки – это очень сложно. Я, допустим, не хочу, чтобы мне друзей пиарить. У меня нет друзей. Я, вообще, одинокий импровед, и у меня в Инстаграме у меня так платно, и подписываются вообще никого нет. Ну, смотришь. Набрать я уже творю. Или рекламу, да, сейчас специально в решении, как это, ну, в паролик для шляпки. Да, во-первых, что у вас есть? Вы можете не пиариться среди друзей, вы можете, может быть, сделать рабочую еще одну страничку, где заведете, ну, под каким-то никнеймом. Это совершенно нормально, если вы назовете себя Иван Кушкин, и решите вводить экскурсии, потому что это в вашем направлении. Это будет просто псевдонизм, ну, идеальный, творческий, ничего, например. Для того, чтобы, друзья, о, не знаю, что вы вас кушаете, будете экскурсии, но вы будете ковыть, если вам вас забыли. Вот. Во-первых, можно вводить экскурсии под псевдонизмом, и тогда вас выдают только фотографии. Вот. Во-вторых, можно создать вторую страничку, ну, теоретная остановка или дополнительная. Можно еще создать другую. То есть есть личная страничка, а есть группа или папка. Другое дело, что, как я сказала, все сейчас любят личность, и вам придется все равно много про себя оставить. Что можно еще? Есть еще разные площадки, где можно также писать о своих функциях. Можно сделать сайт на Тиле. Тиле, если вы забьете в поиск, это бесплатная совершенно штука, где, ну, даже на 60-летнюю маму в целом разберемся с этим сайтом, это не так сложно, потому что надо потынуть, и есть шапки. Вы можете сделать себе сайт, и не люби вас будут находить на этом сайте. Как я сказала, есть агрегатные экскурсии, то есть это Трипстер, Туристер, Виатлос, Пикникуси, вот таких, которые много, где вам можно о себе на курсовод зрения. Что там? Проблема. Потому что пока у вас нет отзывов, пока у вас идет под этим лайком, вас показывают в конце. Ну, соответственно, у мамы вы банились так, что в общем, мы видели великую качество отзывов, если предоставить, что нам придаст курсовод, и не помню, мы с вами экскурсии платили все по месяцу, которую вам получают 150 рублей у каждого человека. И потом эти курсы сказали, что это классно. Ну, опять же, это конкретно мой случай, я с вами не лучший, все нормально. Можно сделать первую экскурсию со скидкой, не сделать ее дешевле, чем делают другие, тогда на вашей экскурсии в Москве просто большая экскурсия, а в других городах поменьше. они говорят, что в Москве город и вообще по-моему, я коллеги ходил, и все, ну, какие-то сервисы. Соответственно, можно сделать цены, дешевле за счет поэтому вы хотите получить первые отзывы и потом целую дыночку, когда у вас уже будет некая репутация, востребованность. Во вторых, вы можете написать интересные описания, очень другие, потому что многие, на самом деле, не могут нормальное описание сделать, не могут рассказать интересное все семьи, которые существуют. Ну, мне кажется, у нас, в принципе, как-то в России есть такой комплекс, что я это последний полфобит, что надо быть с нами, что у студентов нет, человека не тот, который оседает как на базаре. Ну, и опять же, как я понимаю, мне это, по крайней мере, помешает даже на базаре блога, например, как у всех, я не знаю, какие-нибудь, скажем так, пахманные находят себе клиента, который очень сложный, но, скорее всего, вам придется немного перестраивать себя, немного перестраивать свою психику, если вы хотите работать самостоятельно, либо просто работать нами, в то же случае нормально, и все обожают творчество, если нет, убавить. Поэтому я надеюсь нам пытаться учиться говорить о себе, вот. я, наверное, не советовала бы, чего делать? Я бы не советовала, наверное, всплывать лицо и заводить какой-нибудь в Instagram аккаунт или Facebook или ВКонтакте аккаунт, и думать, что можно сделать какую-нибудь картиночку, заставочку, и вводить экскурс. Потому что человек это очень важно, и улыбка это очень важно, и личность это очень важно, и, скорее всего, если вы сделаете какую-нибудь красивую инстанцию, которую вы крикатуру, как вы себя выбираете, то, скорее всего, это не зайдет у людей, вы не будете доверять и все будут против вашего дела. Ну и вообще, я советую, когда вы будете устраиваться видом, попросить хотя бы на телефон, и, в фактор, сделать парочкой фотографии с теми, где вы бодренькие, не вырубающиеся. Чтобы без Мэй задумываться, то есть, без Мэй видом без фотографий, а в принципе, беспорядная фотография. И беспорядная на них все свои экскурсии на незнакомых людей, если у вас нет фотографии, если у вас нет фотографии, то есть, на них все и с машинами занимаются. Нет, у меня просто такое рассмотрение, что... Ну, возможно, да, ты не хочешь говорить, что ты работаешь где-то еще. Нет, чтобы вот экспрозицировала людей, и варианты среди людей, какие варианты? Ну, можно с чистого нуля набрать каких-то людей, но в целом, как я говорила, слабые связи, может быть, сейчас не согласишься с этой тактикой, потому что они все равно работают, когда хотя бы их с человеком, они могут на самом деле перестать клиент, или по крайней мере создать покупку бизнес. Ну, смотри, в бизнесе, в инстаграме у тебя больше интересней. аналитики, ты сможешь посмотреть, сколько людей сохраняют твои посты, сколько людей комментируют, и сколько людей на твою страничку заходили. Вот. Этим, выводим в инстаграме, в фейсбуке, ты можешь завести либо компанию, либо группу. Ты в любом случае должна завести компанию, потому что в группе можешь написать множество людей. И плюс группа еще плохо находится через поиск, то есть тебе надо как компания. По сути получается, в инстаграме как компания, в фейсбуке как компания, ну или бизнес аккаунт. Вконтакте, в принципе без разницы, там есть формат группы, есть паблика, паблик удобен тем, что его сбоку видно. То есть человек на тебя подписался, и у него сразу сбоку видно то, что он подписался на экскурсии в Москве или что-то еще. Другое дело, что экскурсия это очень разовая услуга, и поэтому довольно таки сложно продвигать ее этим образом, думая, что люди должны на вас подписываться и лайкать, и комментировать ваши публикации. Потому что сами понимаете, при таким обстоятельствам вы будете комментировать аккаунт, известный вам на экскурсовод, или какой-то компании, в которой будут экскурсы. Скорее всего, такие ситуации в жизни мало. То есть максимум, если это ваши друзья делают, ну, либо как-то вас это волнует, или вы хотите что-то небольшое. Поэтому я бы, наверное, сказала то, что в первую очередь это сарафанное радио, второе, ну, чем вообще надо заниматься, если ты хочешь видеть много заказов. То есть это сарафанное радио, начинать на стадии учебы, всем рассказывать, что ты этим занимаешься. Второе, это пойти в какую-то компанию, откуда у меня регулярно каких-то заказов какой-то не набрал в своих базах. Потому что когда вы берете свою базу уже клиента, вы сможете уйти с компанией. Это читается лично, будет нормально. Вот. И, возможно, еще, когда вы будете водить частные экскурсии, некоторые люди будут к вам подходить и хотят лично ваш контакт, или просто люди, когда сходили на вашу экскурсию, у них всегда остается и программа с вашим контактом, или смс с вашим контактом. Часто такое бывает, что именно таким образом потом люди возвращаются. Потому что очень многие понимают то, что на самом деле все дело не в компании, как она оказывает эту службу, а все дело в конкретном человеке. И поэтому очень часто контакты гидов передаются не обратись в компанию в магазин путешествия, а обратись там в поле Серединкова и это там проведет для экскурсии. Вот. Ну и, соответственно, с Рафаном на радио в социальных сетях об этом говорить, в компании работать. и, наверное, для, как бы сказать, очистки совести зарегистрироваться на сайтах, где частные биды могут заниматься и работать. Опять же, это очень удобно. Тем, что тебе не нужны ИП, компания за тебя платит налоги, и ты, по сути, просто работаешь и делаешь что-то, что хочешь. Ещё? Пожалуйста. А вот, папа, шли управляются на тему лекции, да? Насколько, если заниматься бизнес аккаунт или инстаграм заводить, как так? Если бизнес аккаунт тебе не нужны ИП, если в Facebook у тебя бизнес-страничка тебе тоже не нужны ИП, по ИП это вот в любом случае около 27 тысяч платишь. Сейчас на 300. А, ну вот, Тихоня, если это с точки зрения финансов не релан, потому что ты делаешь, может, может, да? Нет. А если ты там еще по блоку, если ты регистрируешься как ООО, то, по-моему, в ответственности ну, мало ли что. Нет. Вы имеете в виду, если ты и ИП зарегистрируешь и ООО? Нет, нет, нет. Выбирать между ИП и ООО? Лучшие В, конечно. Лучшие В, ответственности меньше. ООО потом замучить и закрывать. Скорее даже, да, у меня есть ООО для инстаграма. Опять же, там ещё важно, что если туристические судьи ты должен покупать рецепции. По российскому туризму или международной туризму. Это, например, по российскому, по России это 100 000 в год платишь. Это строковой взрос, условно говоря, если иностранцы, по-моему, там, если они с иностранцами работают, что будет 300 000. с иностранцами по российскому туризму, которая в случае страховки приставила. Ну, я в этом не очень разбираюсь, потому что мечтал закрыть свою руку. Скорее, если регистрируешься на этих сайтах, у нас там стоит лицензия. Нет, ни лицензии, ни ЭФ, ничего. Просто стараться привлекать других, описать свой вкус и сделать небольшую сайтах. в этой толпе на Красной площади сфотографированы. Вот. Спасибо. Спасибо. Ну, если все, то мы можем отсюда сбегать детей. Да, если что, пишите. Спасибо большое. Да, у нас продолжитель следующей неделе лекции. Да, это вам лучше скажет девушка. А по поводу следующей лекции. Можно сказать по поводу Моя? 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 Очень классная. А почему? Моя? Ну, эв Axvo. Моя? С Etherня. Эдем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...